Всем привет! Пообщаемся. Сегодня будет видео-болталка. В инстаграме с утра написала пост, что есть люди, которые приходят домой для того, чтобы выспаться и снова уйти. Куда? На работу, к друзьям, да куда угодно. А есть люди, которые уходят из дома и весь день мечтают в этот дом вернуться. К чему это я? К тому, что недавно прочитала комментарий, что в своем блоге, видеоблоге на своем канале я уделяю время очень много дому, уюту моим четырем стенам. Для кого-то это неприемлемо, и я совершенно с вами согласна. Есть люди, которые совершенно не домашние, а есть люди, которые, как я, я их называю домашние кошки. То есть для кого-то оставаться дома, наводить уют, делать дом красивым, перебирать какие-то свои вещи, это потеря времени. А для кого-то это как глоток воздуха, как мотивация, как успокоение и так далее. Вроде бы, о чем здесь можно спорить, что, скорее всего, все это зависит от темперамента, зависит от знака зодиака, возможно, хотя я не верю ни в какие гороскопы, и никогда их не читаю, и не смотрю никакие предсказания. Ну, ну, давайте вот сегодня пообсуждаем и поговорим, бесполезно ли это занятие столько времени и столько усилий вкладывать в свой дом. Или, возможно, в это время нужно двигаться по карьерной лестнице, нужно добиваться каких-то вершин. Возможно, люди, для которых человек, женщина, не знаю, просто сидит дома, занимается своим домом, занимается любимым коби или даже работой на дому, как я часто слышу, ну, вам нечего делать, вы сидите дома, да. Для них это люди, которые не развиваются. Но я, даже будучи где-то в поездке, будучи на каникулах, я всегда мечтаю вернуться домой. Для меня стены дома, они лечебные. Для меня дом – это то место, где я могу расслабиться. Это то место, которым я могу похвастаться, в кавычках, в хорошем смысле слова. Там, где хорошо мне и там, где хорошо моей семье. Возможно, меня можно считать материалистом, но я люблю те вещи, которые я выбираю. И я увожусь, я отношусь к этому с уважением, понимаете? Для меня это не просто вещи, это я сама, это мой вкус, это то время и те средства, которые я вкладываю в эти вещи. Я знаю людей, которые могут постоянно что-то покупать в дом, которые могут как бы заниматься дизайном, но в то же время они приносят эти сумки с красивыми вещами, которые они посчитали красивыми, и просто эти сумки могут миксить сами, стоять с этикетками. Им просто-напросто. Потом не хочется заниматься этими вещами, раскладывать, организовывать, декорировать. Наверное, у каждого свой дизайнерский вкус. И, возможно, иногда мы ошибаемся. Возможно, мы поддаемся какому-то влиянию, а нам это не надо. Посмотрела красивую картинку в Инстаграме или блогера, который ухаживает за своим домом, создает уют. Ой, я тоже что-то сделаю, но тебе это не надо. Тебе лучше, я не знаю, сходить куда-то, с кем-то пообщаться и так далее. Я честно скажу, меня во многом устраивает, наверное, сейчас шокирую, виртуальное общение. Я не представляю, что я могла бы столько общаться в реальной жизни. И вообще с годами я становлюсь очень привередливой и очень осторожно отношусь к людям. И у меня нет столько времени и желания отдавать им энергию и силу на живое общение. Мне его хватает, но в лимитированных каких-то порциях. И да, в моей жизни встречались люди, которые ждали от меня намного большего, просто не поняли мою натуру, натуру такой, наверное, домашней кошки, и ждали очень многого, и потом сердились и не понимали, почему же я не отвечаю их требованиям, их желаниям, почему я не иду на контакт, и почему я не общаюсь. А я не понимала их, имея большую семью, столько людей, они постоянно где-то извне. Им некогда заниматься детьми, им некогда заниматься мужем, им некогда заниматься домом, кухней, им нужно совсем другое. И такие знакомства были. И я человек, который открыт для общения, но я лимитирую это общение, и я согласна, что люди совершенно разные. для кого-то это очень важно, а кто-то, как мне может написать в комментариях, что совершенно не понимает, и ему кажется, что моя жизнь, она проходит просто бесполезно, что я сижу здесь запертая в... запертая или запертая? Запертая? Ладно, исправьте меня. В золотой клетке, или не золотой, серебряной, перламутровой, как хотите, перебираю свои коробочки, что-то там выискиваю, старье, постоянно надраиваю мои полы, делаю видео какие-то ненужные, да, и они этого не понимают. А я ловлю в этом кайф, понимаете? Сейчас вот сегодня с утра взяла фотоаппарат и вышла пораньше, чтобы сфотографировать цветы в саду. И подумала, ну, кому нужны эти фотографии, да? не кому, возможно, а, возможно, кому-то. Поэтому, когда меня спрашивают, а вы вот не переживаете, что ваш канал так вот не развивается очень быстро, столько лет и так далее? Поначалу, как каждый блогер, мне хотелось очень большое количество абонентов. Я считала, раз ты уже открыл свой канал, то нужно его развивать, что он должен быть впереди, планеты всей, или хотя бы подтягиваться, что у кого-то он идет вперед, а у тебя постоянно, как бы, топчется на одном месте. Ну, однажды, и я советую всем делать на канале, если вы собираетесь открыть свой канал, то, что вам нравится. нравится. Вчера я сделала красивое видео и сделала монтаж, который, такой монтаж, он занимает очень много времени. Я думаю, что вот именно блогеры, те, кто занимается блогерством, они знают, что значит сделать красивое видео, а что просто вот так сесть, как сейчас я сижу с вами, и поговорить. И потом, в принципе, если там где-то бягнул, мекнул, и ошибся, то можно вырезать, а можно просто вот выложить сырым это видео, и все. Здесь никаких затрат. И поэтому, я понимаю, что красивое видео на моем канале, оно наберет, ну, от силы 5-6 тысяч просмотров, если будет все хорошо, потому что таких же эстетов, их намного меньше, чем людей, которые поведутся просто-напросто на какой-то такой шокирующий заголовок, сейчас это вирус, сейчас всем страшно, сейчас всем плохо. И каждый блогер, он понимает, что, ну, как-то нужно развивать канал, возможно, иногда ведется, как и я, на какой-то заголовок более такой шокирующий, но в душе и сама по себе я люблю красоту и я люблю эстетику. И иногда задаюсь вопросом, стоит ли продолжать, стоит ли делать то, что тебе нравится, или нужно делать то, что нравится многим, большинству людей, а именно трясти грязным бельем, делать какие-то шокирующие заголовки, не знаю, снимать какие-то видео, вот мне говорят, девчонки, вот давай делай рецепты, ну, я вот могу снять рецепт, но чтобы его описывать, я вообще себя не могу заставить это делать, я вообще все рецепты я просто-напросто делаю на глаз, просто намешала, просто порезала, даже написать вам, вот честно, и меня вот как-то это не то, что напрягает, но мне скучно описывать рецепты, наверное, я могла бы сделать красивый кулинарный канал, но мне скучно его вести, честно скажу, кто-то мне тоже недавно написал, в прошлом видео, что делай вот такие видео, потому что вроде как разговор у тебя не удается и банки показывать, и всякие бусы, и старье, тоже не хочется, вот ты не разговаривай, снимай красивое, но мне хочется с вами пообщаться, хочется просто высказать то, что у меня на душе, как сегодня, вот пришла из сада, поделала красивые фотографии, и решила с вами пообщаться с моими виртуальными подружками, и пригласить вас на мой инстаграм, вот именно там я буду выкладывать фотографии, или в сообщество, и особенно сказать вам, что иногда ставьте себя на место другого, это очень сложно сделать, когда внутри, когда в нашей голове что-то совсем по-другому работает, нам просто кажется, что так должны реагировать, так должны жить, так должны мыслить все, почему она делает по-другому, да, почему она говорит вот о серьезном, да, о какой-то о смертях и оказывает украшения, почему блогер говорит о вирусе, и у него улыбка, да, на лице, почему та или другая ведет себя так, но я думаю, что каждый просто, просто, или он играет на камеру, или на самом деле он себя позиционирует так, как он чувствует, и больше всего я не приемлю того, чтобы критиковать кого-то, я просто-напросто честно вам скажу, у меня бывают такие периоды, что мне хочется от всех отписаться, я смотрю какого-то блогера с удовольствием, в какой-то момент, уи, Саша, жариф, шериф, да как жариф, оу, Санька меня зовет кушать, все, и в какой-то момент он меня начинает почему-то раздражать, не знаю, было с вами такое, возможно, было, многие мне пишут, вот сейчас от тебя отпишусь и так далее, но я от него отписываюсь, отдыхаю, и если мне хочется вернуться к нему, то я просто-напросто возвращаюсь, и не возвращаюсь никогда, это вполне нормальная реакция, и это вполне нормально, так что сегодня, наверное, это было видео, что не суди, да не судим будешь, и делай то, что тебе нравится, то, что тебе по душе, и веди свой канал так, как тебе хочется, занимайся своим любимым делом, так, как считаешь нужным, и всем мил не будешь, все, не болейте, давайте держитесь, хотя не люблю, когда мне последнее время пишут, держитесь, держитесь, девчонки, мы не голодаем, мы не на улице, и мы не мерзнем, мы занимаемся тем, чем им хотим, и возможно, этот период, он даже будет вспоминаться с каким-то, не знаю, не то, что теплом, потому что нельзя так говорить, умирают люди, но хотя бы будем вспоминать то хорошее, что мы смогли сделать, мне держаться не стоит, не нужно, потому что ничего страшного не происходит, и не дай бог не будет происходить, все это когда-нибудь закончится, и мы выйдем на работу, мы будем заниматься тем, что мы любим заниматься, тем, что для меня в принципе изменилось совсем немного, так как я работаю на дому, так как я люблю свой дом, так как у меня семья, мне кое-чего не хватает, как и всем людям, но держаться мне не приходится, я просто живу, это когда-нибудь я упоминаю, как и мне мать, что я могу, Продолжение следует...